А возносится, наверное, странно. Молим Тебя, Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных, благослови наше собрание, прибудь с нами до конца. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но научи следовать строго по отправленным Твоим стопам. Тебе слава, Господи, Сына и Святому Духу, и мы всегда и в веки веков. Аминь. Начинаем? Начинаем. А что поем? Читаю. Царю небесные пропели уже. Владыка, Господи Божий наш, заповедавший каждому по его усердию приносить Тебе из Твоего и вознаграждение за это подающие Твои вечные блага. Ты есть любовью, принявшей посильные приношения, да и приеми и ныне от Твоих рабов, принесенные Тебе, которому достой принять Твою вечную сокровищницу, а принесшему дару все для него полезное и обилие земных благ. Ибо благословенно имя Твое и прославлено Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и всегда и в веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и веков. Вот и без батюшки обошлись. Скоро исповедь будешь принимать. Нет, это другое. Нет, брат, нет. Вот езру надо, езру окропить. Давайте мы останемся в православии все-таки. В православии, в церкви. Христовой. Да. Которая есть свои правила. Ну, теперь побрызгай на всех, брат. Как это обычно делается. Тихонечко. Это тот, кто предложил побольше мне. Побольше? Да, вот, отлично. О, хорошо. Водяной какой-то. Нужно это. Благодарясь побольше. Хорошо. На суставчики. Еще стало болеть. На меня еще маленечко. Еще маленечко. Еще. Спасибо, Христос. У батюшки кропила-то помощнее. Да. Это походное. Он как даст, так прям с макушки до ноги. Хватит нам и такого кропила. Да, хватит, брат. Тем более. Главное в православии остаться. На меня. На камеры не попало. Прости, Христос. Лена ждет на все оставшиеся на нее. Время благодать. Где-то еще Сева. Нет, он там все уже. А, там? Требник. Любовь Николаевна осталась. Любовь Николаевна, да, там. Сейчас тут еще в коридоре. И на себя нет. Да, да, и коридор пройти. Ой, Ефросиня откуда-то взялась. Да, я тут. Опоздала, да? Виктор Андреевич, а записка где? Там, я вложил. Одиннадцатая глава. Одиннадцать, тридцать один. Двенадцать, шесть. Мы его достали. Да, нет. Да. Я вроде чуть-чуть не могу. Нет, тебе мои радость. У нас садевки на... Так, вместе давай, Дарья. Спасибо. Сейчас после освещения, как мы начнем? Да, можно прямо с этой камеры. все это цветочки полей на себя все попросим на меня чужого помазываете это же уже пророки уходит пророки почти что масла то нет так 1 корицы 11 глава 31 стих 12 глава 6 пусть их ну приготовьтесь сейчас будем обличать нас ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы то есть судимы обличали сами себя а как почему обличение это так страшно суд или обличение но ряд или одно и то же или нет ну для нас одно и то же потому что одну не можем вы себя судить и сказать господи я проклят во веки веков все вне толку никакого надо этот суд как-то по-другому делать называется это как бы в нашей православной христианской среде это называется быть овцой христовой отца как известно она всегда чистая знаете вы всегда чистая она всегда моется они очень нас у любят они небольшие ходят его трассу и омываются эти овцы наоборот грейдер быть измазаться нужно у меня он собаки бегут рыбу тухлу ищет на берегу ну то есть и свиньи тоже то есть свинья и овца это естественно чистое животное свинья грязная и вот поэтому когда начинает быть вот свинья она изваляется в грязи и уже вся не надо ничего подожди я и она все грязная овечка она всегда чистится вот так поэтому поэтому мы должны обличать себя для чего для того чтобы подняться они для того чтобы полностью до конца уже в объектива нет конечно и поэтому господь говорит не не судите да не судимы будете а то есть что такое обличайте сами себя кто наш первый враг кто первый наш враг кто наш первый враг в зеркале татьяна кузьмична очень сильно знает об этом как посмотрит так слезы текут около зеркала да мы сами первые враги себе мы мы враги почему потому что как брат виктор андрей сказал строго по окроволенным стопам и те откуда это а также апостол файл нам это предлагает говорить надо идти только за христом а как мы узнаем что за христом а кровь его кровь его кровь святая а как кровь как кровь писание читай будешь знать если не будешь знать писание то и крови не увидишь христовой крови не увидишь просто не будет у тебя таких от такого зрения ну и так давайте все приготовились толкователь говорит не сказал если бы мы наказывали сами себя но только если бы мы судили и осуждали себя то и здесь не были бы судимы богом и избегали бы наказаний и здешних и тамошних то есть в чем идет речь рост и покаялся у господа попросил попросил прощения ну как бы и достаточно уже и тогда ты можешь и перед обществом покаяться встать и сказать братья согрешил пал простите меня христа ради перед всеми палок лучше естественно христос знает а вы то не знаете и каждый без нас вот приходил бы с этим представьте вы всю неделю ждали когда прийти искать каюсь а если еще в чём каюсь так и бывает так стыдно что ай-яй-яй это произнести сложно очень но ты себя наказываешь и как бы это было но в дальнейшая практика церкви показала что это бывают такие немощные а бывают сильные сильные вот он покаялся а немощные не смог покаяться и потом начинается это все а вот он какой вот поглядите что он слабый оказывается мы-то думали он брат или сестра а у него он гляди что творит и так далее почему не все одинаково духовны и поэтому все перешло теперь за закрытыми дверями стоит священник как свидетель все равно должен быть свидетель от людей не от господа понятно поэтому когда мы приходим батюшка говорит в лечебницу пришли а я только свидетель есть вот так но есть такие сильные братья которые могут покаяться пред всеми есть я не буду говорить фамилии но это не я и так 32 стих будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными сиром о чем же здесь речь поскольку говорит мы не делаем такого легкого и удобного дела то есть самоосуждение то и бог не поступает с нами так нещадно но здесь наказывает что помиловать там наказываемся говорит здесь не казнями подвергаемся но получаем отеческое внушение обличение дабы там не быть осужденными с миром то есть с неверующими ибо верующие находясь под покровом божиим здесь получают возмездие по грехам своим и вот господь нам дал такого человека не побоюсь сказать Игнатия Тихоновича он так старается жить чтобы можно было во всем нас обличить то есть господь его вот так вот поставил таким человеком как и Моисея допустим тоже господь поставил таким человеком пророком для тебя говорит Аарон Аарон будет как бы твоим пророком а ты для него будешь как я для тебя Богом и когда он пришел к фараону и говорил он дугнивый был не так как там у меня зубов нету я немножко шепелярил а он косноязычный немного заикался не все понятно было сразу а Аарон брат его уже понимал господь дал такой талант какой талант дал что он говорил чисто ясно громко и он понимал что говорит его брат и он переводил это господь говорит ты мои слова произносишь это как ты пророк становишься Аарон он ничего не сделал брата только встретил и передавал а Моисей он сделал он он оставил богатство все всю мудрость египетскую и пошел с загонимым народом который оказался божьим 33 стих посему братья мои собираясь на вечерю друг друга ждите вот сейчас у нас вечеря прошла называется ну суточный круг благослужения вечеря сейчас утренняя там и так далее вот сейчас бы занятия нам сделать еще посадить до 10 часов что же опять говорит нам толкователь опять возвратился к слову о бедных после того как упомянул о наказаниях и смерти и не сказал друг другу друг другу уделяйте но ждите дабы показать что приносимое туда общее и должно ожидать общего собрания далеко тогда приходили люди вот так же как мы сейчас приходим нам легко это понять вот допустим в интернет сообществе им сложно это понять они там один в городе там один в городе там в каком то городе по одному человеку верующие люди тоже веруют они как мы крещены даже батюшка крестил их но они там одни и что такое прийти собраться вместе и это такое счастье для нас мы просто не понимаем это блаженство не счастье счастье маленькое слово блаженство для наших душ мы просто это не понимаем и когда Виктор Андреевич братья заходите и уже все улыбаются там и так далее а тут то народу мало а еще более того бывает зайдут и уже убежали не успел Дебунов прочитать три стиха ну уже никого нету а что он опять одно и то же говорит что мы там все знаем пришли себя обличили молодцы ну что сказать но вы без общения остались а Господь говорит жертва общения его жертва общения на крест привела Христа он бы ходил знал бы все про себя и все но он ходил так рассказывал что чему завидовать то было все у вас есть материального вам что надо духовное было духовному завидовали сейчас вот там этот Алексей этот который Игнат Тихоновичу противится племянник его на вид на Владимира брата нашего напал Володю Паченко как напал вот напал по-настоящему ролик такой сочинил что он такой там ну короче все что он делает это страсти к тому чтобы лениться ничего не делать деньги ему там просто так дают привык там что-то есть просто так питаться ну то есть Игнат Тихонович это напалки делает Игнат Тихонович не нравится обличениями своими понятно вы понимаете что такое обличение мы сейчас об этом говорим и тогда ему тогда говорят некоторые которые там ну этому Алексею а как же Володя гляди какой рядом с ним человек как так он с таким плохим человеком как ты говоришь Игнат Тихонович такой хороший и сатана тут же ему подсказал этому за руку за руках потергал а ну-ка давай-ка и этого тоже что тебе стоит и он этого кроткого нашего смиренного брата определил главные идолы какие-то а почему а подпору хочет выбить рядом хороший человек ну Дбунов понятно у него ничего нету хорошего вы ну кто старьет молодежь какая-то непонятно вот уже видите уже с непокрытой не успел выйти ну понятно все тут можно обличить правильно детишки пищать тоже нехорошо все все плохо у нас а Володя он действительно не подкопаешься а нет можно подкопаться давайте помолимся чтобы господь вразумил это человек вроде как верующий даже у старообрядцев находится и так далее а вот зацепил сатана вот так же зацепил и иудеев ты читаешь толкование либо о чем-то другом говоришь да вот либо толкование читаешь что такое брат родственные кровные узы что ли да ладно все равно отвечать придется либо толкование либо что-то другое просто нужно разделять что к чему ну я примером просто привел просто один пример небольшой чтобы помолились мы знали о чем молиться это наш брат владимир на которого нападают люди которые чересчур близко к нам находятся вот чем дело были бы они в новосибирске я бы и не вспомнил но они прям рядом живут вот чем дело я понимаю тебя брат ты молодец ступился куда надо пакетики дайте уйдет сейчас у тебя волос у тебя волос у тебя волос у тебя волос вот это уже неправильно надо как что это 34 стих не забудьте взять пакетик вы любой а если кто да да Владимир пусть есть дома а еще вы читаете чтобы собираться вам не на осуждение давайте это давайте разговариваем это извините болящих давайте все я понял все расходятся мне просто нужно ехать уже давайте а болящих давайте а болячих ну прежде всего батюшка болящий значит у него все штатно все нормально все благополучно операция прошла успешно пока без осложнений слава богу передает всем поклон молится он тут ожидая госпитализации посетил службу кто вместе с метаполитом служил он служил а присутствовал на этой службе возьмитесь вот распечатывал приглашение батюшки на приглашение метаполиту на престольный праздник ее 80-летие батюшки настоятельно но он еще его не оформил не подписал но пока только приготовили бланки Лена там выслала я распечатывала давно не вспоминали мы про Людмилу Степановну Людмила Степановна болящая болящая ну я повернусь на вечеринке отмечает она сейчас я вот звонила а что она не приезжает куда-то она не может почему она по поликлиникам везде ходит как с ней поговоришь везде по больницам ходит я вот с ней не знаю а Игорь предлагал ей я предлагаю я предлагаю я могу ее забирать только чтобы она вовремя выходила потому что раньше Игорь предлагал ей заезжать и я могу и Витя ее привозил ей никто не отказывает да мне что далеко я давайте ей предложим еще раз тетя предложите ей потому что она и пропускает много а там в ряде тоже ходит привезут увезут я ей звонил она не отвечает Антонина Севастьяновна все у нее хорошо я с дочкой связывалась Любовь Петровна вот тетя Аллахой я дозвониться не могу пока Данила можно можно любовь Петровны были слава богу только вы ей заранее звоните если пойдете да они берут трубку она не слышит она сказала я совсем плохо слышу я поехала передавала всем поклон вся чистенькая хорошенькая такая повезло что мы к ней попали вообще чудо а это как как Пальгуев это как Пальгуев только Виктор Андреевич с ними на связи так что не знаю больше а остальных кто у нас еще болящие Маргарита ну Маргарита вот была по моему в прошлом она была сейчас пальчики нет она она ходит в ближайшем Анфиса сегодня у Анфисы вот этот скользящий график поэтому когда у нее выпадает она приходит Анфиса не член наша община не член Левинская община член наша община Левия например Левия уже 4 раза не было на свадьбу только приехала к обеду и все надо с ней связаться и узнать я думаю она ходить не будет а где твои сестра и братья у Инавы сегодня рабочая неделя в тот раз была рабочая неделя в тот раз она мне заболела Ванюша сейчас с утра поехал к себе на службу в СМП 2 где он работает а Назарчик себя все еще плохо чувствует он решит что поедет в храм поближе Любовь Петровна приглашала ждет тебя говорит что Фрося до сих пор не приходит мы договорились я вот ей звонила хотела предупредить Фрося у нее был насморк мы и не шли а Любовь Петровна к этому очень петельно всегда относится помните она как всегда маску одевала если кто-то кашляет поэтому чтобы ее не расстраивать пока у нее насморкбылка она не шла ну если что она жить пока еще Ефросинья пока еще не решила будет она или не будет там жить как бы она хочет жить дома ну придет зима и все расставит на свои места по темноте мне ходить надоест не три по темноте все будешь помогать с утра то я буквально дохожу ну где железная дорога на остановку сажусь и доезжаю там быстро до пол часа а назад ну я в 4 ухожу у меня заканчивается рабочий день еще заслепо ухожу давайте давайте уже понятно ясно что она не хочет ну не хочет не надо уговаривать она видите пытается все от вашей любви как бы все давайте дочитаем слово божие 33 стих да это помолитесь Сергей пупков опять себя плохо почувствовал в воскресенье у него что-то видать что-то я объясню там ситуация такая вот у меня просто был один знакомый такой кто принимает он же препараты принимает вот эти специальные да у них всегда с утра очень плохое от этих препаратов они начинают немножечко соображать только к обеду и вот они обычно вообще до двенадцати до двух спят и поэтому они встать собраться не могут а к вечеру они бодрые он вчера говорит я хорошо себя чувствую завтра придешь приду утром пожалуйста это препараты так действует уже четвертый раз он не может в воскресенье пробиться ну тут понятно я ему говорю ты аккуратней с этим давай говорю я прям подъеду к тебе к дому вытащу тебя он говорит нет там мама еще горой стоит и так 33 стих 1 коринфянам 11 глава почему братья мои собираясь на вечерю друг друга ждите а если кто голоден 34 стих пусть ест дома чтобы собираться вам не на осуждение прочее устрою когда приду о чем речь идет он говорит опять возвратился к слову о бедных после того как упомянул о наказаниях и смерти и не сказал друг другу уделяйте но ждите дабы показать что приносимое туда общее и должно ожидать общего собрания ну слово собрание как покушать что слово пристыжающее ибо говорит с ними как с детьми которые в чувстве голода раздражительны и осуждает их чревоугодие посему и выводя их из церкви посылает в дом и там немало пристыжает их чтобы собираться говорит вам не на осуждение то есть во время во вред себе осуждения собрания определены для того дабы собирающиеся по любви были взаимно полезны а если не так то лучше быть дома говорит это не для того чтобы они оставались дома но для того чтобы сильнее привлечь их к собраниям в должном виде прочее устрою когда приду говорит говорит и о других каких-либо погрешностях бывших между ними и требующих распоряжения или о том самым что вероятно некоторые будут защищаться против сказанного но покуда сказанное мною должно быть соблюдаемо если же кто имеет сказать что-либо другое то пусть ожидает моего прибытия устрашает их своим прибытием для того чтобы они смирились и справились если имеют что нехорошего кто понял о чем идет речь можно спросить они сначала приходили когда у них трапеза была потом они слушали проповедь молились вместе так получается что он говорит ждите друг друга чтобы поесть а потом духовная часть была или как ну я начал говорить потом меня тут отвлекли понятно они община была община то есть у них не было автобусов но были слава богу дороги тропинки дороги даже большие были и они собирались в определенное время почему суточный круг богослужения у евреев не так было евреи молились ну отдельно каждый и собирались на праздники в храме в определенное время они приходили в город и потом утром там во сколько договаривались приходили в храм и вот они пришли уже все подготовлены у христиан это не так получилось теперь не было храма а нужно было общее моление делать как его делать где собирались по домам в больших домах кто-то принимал вот я специально сделал дом со вторым этажом чтобы там молиться нам если что вот вот я для этого сделал второй этаж там большое помещение и так далее и вот люди они принимали верующих к себе и там молились все и люди туда собирались а когда собирались так да днем собирались естественно не с утра все начиналось а получалось что с дня там или с вечера почему и суточный круг называется вечером начинается молитва и в этом доме они пребывают понятно целые там ну сутки а заканчивается допустим мы начинаем молиться приходим вечером в пять часов а закончили вот сейчас ну на самом деле мы должны закончить в двенадцать как бы в полдень полуденец называется и иногда читаем когда нету литургии батюшка помните или не помните полудница называется то есть нету батюшка не причащает а сейчас у нас появились дети поэтому всегда идет причащение он причащает детей поэтому далее с ребятами приезжает вечер вечером специально приезжает почему обязательно нужно суточный круг те кто хочет присеститься должны быть сутки там и вот люди собирались там и как все вместе вот они ну были и бедные люди которые что с собой принесут то на осле не могут ну принесли там кусочек там хлеба там что там еще и поэтому говорят ну вы которые поближе богатые люди которые можете доехать там на ослах на лошадях на повозках ну привозите побольше оказывайте гостеприимство это не то что как у нас сейчас не успел не успели ну сколько время то еще дома то бывает и в 12 садитесь только за стол а здесь начинаются глаза вот такие давайте быстрее есть давайте быстрее за стол ну перестаньте уже ну не смешите христиан то но если сами еще не доросли и слово божье а я не могу у меня вот это и желудок не заработал мысли не работают ого ты себя довел до состояния даже у меня такого нету знаете у меня желудок побольше чем у некоторых и то я спокойно отношусь к этому видите сам призываю вас на трапезу у нас установлена была после собрания у нас установлена кто установил то когда это было установлено ну и что Игнать Тихоновича нету сейчас переустановили все Игнать Тихонович приедет пожалуешься ему опять будешь есть здесь по утрам я тебе сколько раз говорю хочешь есть прямо сейчас иди вот там и ешь и слушай заодно и все остальные то вот сидят никто не ест никто не ест тебя тянет ну о чем и речь то идет я поэтому и говорю вам что я вам сейчас объясняю а вы что то другое знаете объясните мне что там было что он говорит про еду так но не хватало еды сутки целые несколько раз надо поесть человеку понятно или кто против имеет что то и конечно питались ты что против имеешь у меня вообще завтрак пол второго каждый день у тебя завтрак пол второго каждый день вообще здоровый желудок а до двух часов три словом божем занимаешься работаешь а работаешь просто ну если ты позавтракаешь я тебя не осужу лично я а другие пускай не знаю как смотрят так я ничего не буду себе говорить что говорите пояснение пояснение мои понятно ну запомните пожалуйста что люди собирались очень издалека вокруг себя понимаете договаривались где в каком доме будут и туда приходили может быть даже не в Русалиме а рядом там были тоже населенные пункты у них много вот сейчас идет СВО все знаете да и хотелось бы чтоб победа была быстрее достигнута победили захватили Украину все Киев наш да и все успокоились но все началось самым неприятным образом с Донбасса Донбасс да я не об этом я все перешел теперь перешел на пример я примеры просто рассказываю почему так долго все идет потому что Донбасс Луганск ну там прилегающий Харьков это районы сосредоточения промышленности Советского Союза там один населенный пункт на другом вот так идет Иудея очень маленькая страна и она горная Иерусалим стоит на вершине 800 метров над уровнем моря вот я работал в горах когда 800 метров это очень много там климат на 3 недели уже другой в горах и поэтому чтоб туда добраться очень высоко и все у них вот эти населенные пункты на разных холмах и в Иерусалиме их 7 как и в Москве 7 холмов ну там в Москве там такие холмики не о чем говорить а в Иерусалиме настоящие холмики то есть там надо чтобы попасть на другой холм вершину горы надо спуститься метров 100 и потом подняться люди там пробивали скалы прям убирали камни и так далее чтобы там ходить там очень горное гористое место вот смысл а вода на горах ну там родники же выпадают ты же с геологией знакома ледники я знаю с ледников идут реки и родники тоже понятно я тебе как геолог объясняю есть адгезия знаете что такое адгезия нет я не слышала это когда вода дигроскопически она очень малая она начинает нарастать и идет по трещине вверх это адгезия называется она цепляется за шуршавые ну и так и поднимается вверх и поэтому где скалы родниковые это подземные воды они по этим трещинам в скалах поднимаются вверх и образуются родники вот так они образуются адгезии понятно поэтому не обязательно снежная вода просто родники выпадают вот и идет ну допустим этот иордан течет он там с ермона течет там анти горы ливанские есть ливан это в сторону месопотамии а анти ливан это в сторону среднеземного моря ну кто не понимает просто слушайте меня и все и откройте рот и там есть бывает снег но очень редко там всего две тысячи там триста метров высоты ну там же с разных вершин стекает не только две тысячи есть и восемьсот метров и шестьсот откуда там вода снега то нет вот это родники они там собираются в скалах и текут и текут прозрачная вода в Риме строили акведуки знаете что такое акведуки это такие как дороги с мостами как дорога такая только там по этой дороге мощеные цементом специальным их цементом не будут вдаваться какой там цемент не такой как у нас но мы от них переняли это от римлян через тысячелетия то есть римляне строили из цемента а потом люди потеряли эту технологию и нашли только в наше время нашли эту технологию там в семнадцатом веке только вот а развилась она только в девятнадцатом цемент а римляне строили еще за триста лет до Рождества Христова уже тогда эти акведуки и вот они с гор с этих эти родники расширяли чтоб поток был лучше чище и постепенно через скалы там вдолбили скалы а потом цементом заливали эту мощеную дорогу и заводили это в свои города в Риме было столько воды там было миллион жителей вместе с рабами там и так далее даже больше и всем хватало пресной воды вплоть до бассейнов и бань вот люди как заботились в то время было миллион жителей в то время да в те времена это за сто лет до Рождества Христова у них был миллион так многоэтажек не было были многоэтажные дома до шести жилья до шестого жилья вплоть сейчас находят туалеты были на голову друг другу гадили гадили давным-давно оказывается ну мимо то есть там были называется клоака канализация клоака слышали такое клоака это а что такое канализация это выкапывали ров обкладывали опять цементом камнями делали потолок и все опять засыпали и там целое вот как у нас допустим помещение ну поменьше немного может пониже ну то с шириной солидное это были подземные которые выходили в реку как в Париже да и ты мог вот эта вся вода испорченная то что там куда и выливали в это определенный клоака и делали толстые стены потому что знали что через эти стены может просочиться вот это все и воду их заразить поэтому ну в общем очень чистюли были люди как это до всего довели я просто говорю что евреи а господь дал им вот эту ну мудрость вот эту и чистоту помните что идти надо лопатку с собой брать закапывать за станом там и так далее ну то есть все это было ты должен отличать чистого от нечистого всегда и поэтому уж о чистой воде заботились там хорошо мы просто не знаем вот допустим мы рассказываем о это потоке кедром поток кедром часто слышим да переходим через поток кедром и на масличную гору и воспели написано во сне на масличную гору перейдя поток кедром что такое поток кедром это родник в горах поток поток это вот такое допустим вот такой ручей но он горный очень сильный холодная вода там все этим и живы были и так вот этот кедром поток сверху чтобы его не нарушать пробили тоннель при Ироде Великом и овечья купель где купали помните где 38-летний расслабленный лежал и там был пробит этот туннель и питал этот Вефезду эту самую да когда я готовился как-то к занятиям я посмотрел 800 метров этот тоннель причем по диабазам проходил диабазы твердая порода как пробили большого ну понятно пробивали прям пробили и оттуда поток туда же через весь почти Иерусалим ну там под частью Иерусалима он же на скалах стоит горизонтальное бурение пригласили да нет там наклон был там естественный наклон поэтому это все легко было сделать причем большой естественный наклон но они его спрямляли чтобы не было сильного потока там проходили как там ступень опять как шахта и опять ну в общем я что могу сказать да я когда все это начинаю сопоставлять потом рассказывать думаю невозможно просто так рассказать все время охота показать как это как люди как люди уже закончили нет еще нет не закончили нет она тут еще немного не хочу оставить вас браке в неведении о дарах духовных 1 карифон 12 глава 1 стих о о духовных теперь дарах поговорили о еде о воде вот вопросы если есть задавайте я вам о воде расскажу многое что потом то есть о даровании духа большой буквы дело вот в чем те которые вначале веровали и крестились все получили духа получали поскольку же он то есть дух был невидим то давалось внешнее доказательство силы получившие его или говорили на разных языках или пророчества или творили чудеса у коринфян из-за сих дарований были смятения получавшие больше превозносились получавшие меньше зарядовали при том были некоторые вещуные лжепророки и трудно было отличить их от пророков богодухновенных и так все это исправляется и прежде всего дело вещунов вот сейчас двоевластие потеряете находится однозначно то есть одни пророки а другие лжепророки и лжепророкам больше верят почему они выпячиваются всякие программки и так далее а простые пророки просто исполняют слово божье к ним приезжают крестятся но никто этого не видит это как бы знаете ну креститься можно хоть куда пойти ты попробуй креститься и человек с человеком поговорить как он о крещении говорит что говорит о крещении какое крещение опять же попробуй нет к крещению легко привести вон иди зайди там их хоть сколько но это крещение или нет и что тебе человек расскажет вот что дело сам Игнативович поэтому я ничего не буду рассказывать вот вам телефон звоните человеку и Марии Яковлевне Унагаевой из Америки звонит там бывший баптист позвонила ей а она а кто это да это я с Америки сказал вот ваш телефон я звоню там узнать у вас вот вы там крестились она как давай ему рассказывает а вы кто он там да я вот у баптистов она это ересь и начинает ему рассказывать он быстрее не знает как отделаться уже от нее и потом звонит Игнативович и говорит а вот правда вы дали телефон а там мне ответили да так ответила еще а он как бы колеблющийся уже после того встречи с Игнатом Тихоновичем вот так вот так что знайте что нас проверяют постоянно ну вот мне никто ничуть не звонит ничего не звонит не знаю итак второй стих знаете что что когда вы были язычниками то ходили к безгласным идолам так как бы вели вас дает признак вещуна для отличия пророка и говорит кто вещает выдала под внушением бога нечистого тот как бы ведомый кем влечется связанное от духа от духа этого ну то есть беса ничего не знает произносимого им но будучи в состоянии иступления и беснования а пророк не так он все произносит со здравым умом это первое отличие беснующего вся прорицателя от боговедухновенного пророка то есть если ты подтверждаешь это словом божьим и есть пример и толкователь ну святые мужи об этом растолковывают именно так то тогда ты на правильном пути но надо исследовать слово божие поэтому вот так человек пришел я вот пророк вот вам это выдал там все вот я вам говорю значит так и есть пропадок ты куда торопишься так ты торопишься можешь нос разбить или лоб себе ты подожди давай-ка мы с тобой по слову божьему поговорим с чего ты так решил и оказывается человек совершенно не знает священного писания ну он слышал о нем ну и не более того третье потому сказываю вам что никто говорящий с духом божьим два слова с большой буквы не произнесет анафемы на Иисуса и никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым толкователь и это говорит да будет тебе признаком пищуна он анафемствует то есть хулит и злословит Иисуса наоборот признаком пророка является он произносит имя Господа с благохвалением а что же оглашаемые оглашаемые как они не имеющие духа имеют именуют Иисуса Господа Иисуса Христа но не о них теперь речи а верующих и о неверующих вот так так что надо знать о чем идет речь не всегда нужно быстро отвечать сказать подождите о чем мы говорим о верующих или о неверующих различать надо а то у нас постоянно вот священники в храмах путают всех людей а с верующими а почему а потому что патриарх сказал у нас все православные стране у нас святая Русь все и теперь все верующие оказывается даже те которые пьют воску в этот момент и так далее и другими делами тварными занимаются а их назвали духовными а что ж бесы разве они не называли Иисуса именем Господа как допустим Марка 5 глава 7 стих но они называли под ударами и против воли а добровольное и без поражения никогда не назовут то есть они ему сказали это потому что сила такая божья что они не смогли по другому как это на это сатана внимание не обратил но он обращал конечно он понимал что человек великий пророк но не понял что это Господь Бог вот так Господь все замаскировал и победил его и поэтому связал и он сейчас связанный в преисподней и поэтому у нас с вами есть община если бы он был не связан не было нашей общины согласна? вот меня одно место смущает можешь спросить когда гадаринские грешники то вот эти бесноватые там они же сказали сын божий они же его признали почему сатана ну поэтому разговор то об этом и идет почему сатана они его признали кем они его признали то но не богом же они сказали сын божий а сыны божьи кто? пророки добрые люди патриархи и так далее в этом плане ну конечно а как другом никаком дары различные но дух один и тот же показав различие между пророком и лжепророком говорит и о дарованиях дабы исправить тех которые из-за них доходили до разделения это вот сейчас есть такие неопятидесятники они вот говорение языками у них началось вот это беснование а почему вот именно от этого как отделить верующего от неверующего и вот они так решили будем говорить на языках будем говорить да это дух святой тебе дает да то а не ты сам и вот они это вот тут страдают таким маются что будут говорить на языке а язык то тарабарчина нету таких языков и поэтому перевести никто ничего не может а если переводят толгут как фактиры какие то и прежде врачует того кто получил меньшее дарование а потому скорбит зачем ты оскорбляешь лишь на то что получил не столько сколько другой а знаете как у нас было сегодня ехали с сестрой вспоминали Александра Михайловна она говорит а было же такое время когда мы благовествовали говорит я домой приходила только в 6 вечера я говорю ну да и у нас это было годами несколько лет такое было помните как мы ходили в другие районы уезжали на автобусах туда сначала тут близко ходили особенно летом ну в морозы я не помню что мы сильно ходили но морозы проходили или не было морозов опять ехали опять и зимой ходили ходили и ходили это Бог дал такое дарование внезапно по молитве Игната Тихоновича чтобы он мог увидеть что действительно это можно такое делать что когда люди массово идут у нас было самое большое я помню ходили здесь недалеко по тем девятиэтажкам там Максима эти дома и пятиэтажкам это было ну где то в июле месяце тепло было нас было 19 человек 19 19 то есть вот так собрались встали и пошли причем занятия проводили еще не просто так то есть какая была это дарование сейчас попробуй это сделать во первых нету людей раз во вторых желания нету я вот брата все время приглашал он нет 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 я потом я потом а потом то и нету ничего вот так ну брат делает свое дело на нужном месте ему другие дарования даны которые мне не даны это ведь не должное что-либо а милости дар дар то есть дали тебе не так что ты вдруг раз а я вот решил нет сам не решишь сделать духовное это дар ну как Лена она не просто так начала писать свои стихи даже как бы не стихи а песнопение сразу она не пишет стих она сразу вместе с музыкой дает тоже господь дал ей дар она поревновала услышала как Марина составляет это ну Игнатий Тихонович и говорит и вдруг открылась это не она не сама села вот так а я тоже сейчас буду нет дар такой господь дал это дар сильный и Сергей Пупков тоже стихи да начал тоже поревновал и написал писал притом и тебе и ему дал один и тот же бог ибо не дал тебе ангел а ему бог но обоим вам дал один и тот же дух а Марина она писала стихи с детства но когда стала верующей она именно начала писать на духовные темы вот так поэтому прям на глазах как бы моих это происходит а Игнатий Тихонович у него открылось это когда он получил Духа Святого помню у него там есть 62 года когда он как раз уверовал стихотворения такие стихотворения они такие нежные у него еще тогда он многого не знал не обличал там сильно ну как бы мир обличал а людей конкретно нет а потом у него жестче жестче и в тюрьме он сидит он этих священников начал громить так начал громить что когда я повторяю у людей поджилки трясутся почему то когда вот они его читают не очень а я начинаю повторять и там ну развиваю тему и не надо об этом говорить что ты делаешь я говорю да я вот это вот когда Тимыч написал да он там это так мелочь ну ты как зачем ты так говоришь господь дал дар ему а я пытаюсь присоседиться фить тебе нет не охота так помягче помягче что то надо или не знаю что там надо у меня первый раз или в стихах начну говорить скоро возревновала что не было на воскресной школе на рождество песнопение все время брали или ну вот эти христианские песнопения тропинку брали все время да или брали православное что то такое ну и думаю ну почему у нас своего то нету на рождество чтобы письме и мне господь дал я помолилась мне так захотелось а марина бог и егова марина да ну мало рождественское хотелось и дать и у нас все время нигде никто не произносит слово бога егова и вдруг такое детское песнопение мне тоже есть поздравляю тебя так пятый стих и служение различное о господь один и тот же упомянул и о сыне как подателе благ сказал о служениях служение то есть не одно только разное дабы более утешить скорбящего ибо услышав слово дар и получив меньше он мог скорбеть о том что отделен в даровании но слыша о служении не так ибо оно указывает на труд и под что же ты скорбишь когда он другим повелел трудиться больше а тебя пощадил трудиться трудиться больше в чем а в чем пощадил ну ты не так много передвигаешься не так благовествуешь там и так далее почему видать тебе здоровье плохое или просто о другом ну как марфа господь говорит ты суетишься о многом тебе вот дан дар этот встречать гостей недостаточно тебе ты ходи встречай а Марии младшей сестре дам другой дар она никогда не научится так готовить как Марина Геннадьевна не научится но этот дар должен быть должен быть этот дар и если его нету родился ты свыше крещен ты ты верующий или нет то есть ты должен определить это а мы уж определили кто ты про себя человек определить это какой это дар для любви а их много мы же читаем об этом я думала этот дар именно что готовить а готов это тоже дар нет ну когда ты не просто готовишь там а что это на пользу братьям душой да ну это просто сейчас этого нету а сразу после крещения мы десять лет или больше даже постоянно ездили на пасху в потеряюку и до этого когда там кто-то готовил приготовили там все пробегали в туалеты а Марина Геннадьевна когда начинает быть шеф-поваром готовить то все ну умеренное такое как нужно и вкусное и всем хватает и никто никуда не бегает все нормально вот дар такой просто есть не знаю почему одних есть других нету стихотворение откуда эти дары появились вот видите Господь как дал и главное духовно вот Ефросиния у нее тоже дар видите и она ходит к нам на занятия на собрание приходит и учится хочет исцелять и там у братьев тоже дары есть видно что трудятся старшая сестра тоже ходит к нам какой у нее дар то она вам бесплатно шьет или за деньги только за ткань берет за деньги за работу не берет ну это ладно видите тоже дал же Господь ей шить ну и вам сестры ничего не говорю вы здесь у нас как подвигоположники возраст но сестра вот не так давно к нам как бы пришла и сразу ко двору пришлась столько взяла на себя и так далее как раз тот момент когда нужно было это делать как раз с интернет сообществом пошла очень сильная связь людей людей стало в десятки раз больше вот так и сейчас просто мы когда выходим занятия по слову божьему там у нас есть занятия в свете библии до двухсот человек до двухсот человек то есть общество такое ну не всегда они бывают все тут двести но постоянно там идет как ротация такое слово через слово опять перед ротацией то есть они ну а есть постоянные как бы завсегдотая а есть и и содружество там 60 до 70 человек было 80 даже содружество это чисто верующие люди совет содружество чисто верующие люди ну и там между собой чики происходят даже на Лену постоянно нападают постоянно там ну там братья тоже получают когда на нее нападают они открываются поэтому получают по макушке и там прям идут такие интересные переписки я постоянно читаю редко участвую потому что я уже все это прошел мне неинтересно я знаю чем дело закончится Наталья Усатая там с Германии пять детей за мусульманином замужем православная до самого темечка как она долбит сама молдаванка там что-то помесь молдаванка украинка белорусская там еще кто-то поможет вообще вообще она там как ну за мусульманином замужем пять детей и мусульманина держат вот так храм православный ходит и он там начал читать через нее Коран свой чтобы победить чтобы победить так сказать ну победа духовно нету победы а как можно победить слово уже и последнее шестой стих и действия различные а Бог один и тот же производящий все во всех здесь упомянул и об отце говорит толкователь который производит действия во всех верующих и вот тебе совершенная троица в нас Бог производит действия не мы сами производим как Господь нас привел ко Христу а Господь Иисус когда мы в него веровали и крестились передал Богу отцу а Бог отец все положил под ноги Господа нашего Иисуса Христа и это милость теперь Господа который все прошел кроме греха все человеческие испытания все прошел все и убит был заушаем по зависти что только на него не говорили ты бесноватый и так далее он людей просто исцелял и никто не смог подняться вот так бы поднялись все исцеленные их родственники сказали уйдите от нас проклятые в ад никто не поднялся дружно пошли распяли вот такие мы с вами вот такие и этого не должно быть между нами должно быть единодушное единомыслие за Христа все за Христа сказали Слово Божие все раз и замолчали слушаем в толкование нам в помощь чтобы до конца все понять и все должны понимать вот Лена подает нам пример она постоянно задает вопросы такие бывают глупые вопросы или какие то такие вообще не поймешь но она задает и задает и правильно делает вот ей нужно эти вопросы задать а кому то глядишь кто то стесняется кто то даже не думает об этом все разные у меня еще вопросы задают потому что у нас под запись и просто много людей простых которым это будет непонятно ах ты вот еще как понятно а мы думаем что она какие то глупые нет не глупые а простые называются это понятно так и заканчиваем дарование же и действие и служение суть одно и то же хотя и разнятся в названиях ибо равно даются и духом и сыном и отцом вот мы сейчас тут все сидим дарование господь нам дал до конца досидеть и дослушать слово божие а написано чтобы никто не уходил после раньше богослужения у нас как бы продолжается богослужение как раз видите мы как раз подходим 10 часов заметьте то что прежде упомянул о духе большим буквами святом почему-то святой не подставляет не понимаем а об отце в конце это ради тех которые слишком разборчивы в порядке вот такие есть люди которые разборчивы а ну-ка ну-ка нам все до конца еще надо сначала так говорить а потом вот так то есть сначала отец а не допустим сын отец и дух святой нет сначала отец потом сын потом дух святой то есть как мы познакомились с истинным богом по другому никак не познакомимся сначала ты узнаешь об отце то есть господи все держители громоверцы зевс помните зевс всегда центральный бог тот который самый страшный и господь страшен написано но и человека любив страшен для кого для грешников а человека любив для тех которые обратились которые не стали противиться ему и он их направил к господу Иисусу Христу к сыну а сына мы уже узнаем о духе святом оказывается дух святой еще есть а дух святой он как как брат Владимир Пашенко смиренный кроткий где-то в стороне все время и достается ему по полной программе духу святому да и вот хулять тем что говорят ну дух святой это сила какая-то это какой-то случай там навеяло где-то откуда-то от господа чем-то это никто личностью не хочет его считать для человека который имеет нормания они считают что он он да по Василию Великому ходят хула на дух святого ну хула на так же четыре противодействия духу святому отрицание духа святого все все молимся все вопросов нету матросов достойно есть какого истину блажите тебя богородицу присмоблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую те рубим и славнейшую без сравнения серафим без искления бога слово родшую сущую бога родицу тебя величаем сестра подойди прочитай пожалуйста молитву господи защити родину нашу от нашествий наплеменников однотонних расприят беззаконие которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтоб принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтоб божественная любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно успокаиваться в небрежении своем и проповедовать смело и инославным дамы иисусе христе господи праведные суды твои над россией за то что оставили тебя и слово твое изреченной святой библии прости нас господи владыка жизни что закрыли имя твое бога иегова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воочи господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец сына святой дух аминь аминь спасибо христос спасибо христос будьте верны спасибо